Так, Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ и в Госдуме сообщили, что закон проекта единой квитанции по ЖКУ должен быть принят осенью. Зачем это нужно? Ну, с коллекторами понятно, потому что будут бешеные долги, коллекторы будут их выбивать, будут скандалы, а тут найдут способ, как получить без всяких коллекторов, просто за долги по ЖКУ будут отнимать квартиры. Вот это единая квитанция, там черт ногу сломит, ни один бухгалтер не разберет. Тебе будет приходить конкретная сумма, вот такая. А еще она сложилась, ты никогда в жизни не узнаешь. Ну, даже если узнаешь, как ты будешь целую сумму оспаривать. Уже не вот каждую там квитанцию. Этим я плачу, этим не плачу. А там будет и капитальный ремонт, и за то, что у Путина глаза такого цвета, за все там будут с тебя собирать. Ростат зафиксировал рост бедности. Это то, о чем мы вчера говорили. Ростат заявил о бедности, и тут вдруг, и тоже мы вчера говорили, разрыв между богатыми и бедными скратился 13 раз. Об этом, значит, заявили там официальные какие-то ребята в 13 раз. Представляете, люди не имеют обувь, возможности купить. Да, но с 1 июля платят Усманову за маркировку обуви. Да, вот. Усманов от этого стал беднее, а люди от этого стали богаче. Да, пхохочешься. Так, речь уже идет о маркировке воды. Да, помните, этот подонок путинский-то сказал, что вот там вода-то вся фальсификата, потому что она не маркируется. Надо немедленно маркировать, начать, да, глава Ростеха, который там никак не нажрется. Вот. И Мутко заявил обманутым дольщикам, могут предложить замены, но и готовое жилье. А могут и не предложить. Так что, если бы Мутко заявил, что вот мы там законодательной инициативой выступаем, вот проект закона отправляем в Госдуму о том, что всем обманутым дольщикам готовое жилье предоставлять, это одно. Это могут там, блядь. Но это же Мутко. Так что. Росстат зафиксировал рост уровня бедности в начале года. В начале года Путин отреагировал на завышение тарифов ЖКХ из-за законов 90-х. Все же из-за законов 90-х. Путин же ни в чем не виноват. В Генпрокуратуре анонсировали проверку пенсионных фондов, то есть будут шкурить пенсионные фонды. Представляете, свиночайка туда придет. Ну, в смысле, кого он пошлет. Итак, ну давайте, собирайте лавэ. Понятно, что эти не государственные пенсионные фонды, это воровские какие-то структуры, которые ограбили всех людей. Да, сейчас прокуратура с них получит лавэ. Чего же они просто так всех ограбили, что скажут, не пишут, что излишки пенсии будут забирать. Вот пенсионный фонд об этом заявил, о том, что в случае возникновения переплаты излишки придется вернуть. Представляете, какая прелесть. То есть в случае переплаты излишки, излишки. Продолжение следует...